30 и 70 Ну да, что? Мне не 30, мне 42 Мне 42, дорогая А 75, я сказала 70 А мне 42 А ты чавкаешь еле-еле 42 еще молодые Я говорю, в 42, в 30 не так чавкала Чергикаешь Ну а я тебя буду червикаю Вот тут не 30, бачишь, перила грязня Иди ногами, ногами, не руками, ногами иди Двумя ногами иди Ой, Боже мой Яка тебе шуба? Яка шуба, обыкновенно Яка тебе Придержуйся, бо полетишь вниз балдой Придержуйся, бо полетишь вниз балдой Будешь людей проклинать, полетишь вниз балдой Держись За язык свій Вот тут уже держись руками Вот тут только грязно Люди, никто не убираетесь по себе Я льви трубу Иди держись, говорю Держись, бо полетишь балдой Держись Ну чош, ты бачишь, то так, то так То так, то так Та мені годить не надо Шо мені годить? Шо мені годить? Полетишь балдой вниз, потім тягайся з тобою Да Держись, будь чи тише Тише едешь дальше Шо з тобою балакати? Не знаю, маю послідай Балдой, полетишь Падеш на асфальт Підеш кров з голову, і все Та ти вже в ящик сиграє Падеш на асфальт Підеш на асфальт Підеш кров з голови, і все Тоді вже в ящик Ну сиграєш і все Буде твоя последня серія в ютубі Ну і добре Успокоїться некото Тебе будуть клювати далі А мені шо? Ну так нічого не робить Бачиш Нічого не робить Заклювати Мене заклюєш Зараз собак гавкала Не така психіка, що мене тільки заклювати можна О, це хтось виставив Ма Мам, а шо це таке? Ма А шо це таке? Якісь банки тобі надо? Тобі надо? Тобі надо? Тобі надо, мам, банки? Яке масло? Банки надо тобі? Банки? Смакай доньку Люди таке закатують Закатують Що це? Блянь, це люди таке закатують А шо це таке? Що це? А я не знаю Там плаваєш Чи це глаза? Чи це яйцо? Тобі не надо банки? Тобі не надо банки? Та на шо вони мені не надо? Попробуєш? Може щось вкусне? Ти шо, зума зі щось? Я з мусорки буду грати А шо такого? Люди з мусорки прадять Пошли машина їде Люди з мусорки раді їсти Що? Вон пише в тіктокі Война, ми в Херсоні сидим под градами А ви рибу жрете і шуби покупаєте Що це таке? В Херсоні каже, ви рибу жрете і шуба, а ми в Херсоні под градами Так тепер шо робиш? У Херсона немає? У Херсон буде немає У Херсон буде немає Будем їхати у Херсон Їдьте до нас Снімайте жилье, як люди снімають Работайте, не будете під обстрілами сидіти У Херсоні У Херсоні У Херсоні Спрашують хлопці, де шуба Новий центр Пассаж А вот Пассаж Дом, де я живу И вот Новий центр І вон прям шуба Вивіска Представляєте, я каждый день приїжджав мимо А че ти знову жуєш? Та я не поїла, я сиділа, їла, ти мені подзвонила, я помолакала Чого ти? А зелень поїла? О, я накрашена Пирець, баті Як котлетки Добавила яйцко, посолила перця, правда не так Молодець Хороша, так Дивись, ось до дна достаю Водичка тут Я їх не чмакала отако Кабачок, сінук Я резала кусочко Калопуцало Пусочка порізала Калацупала Иди дивись, не видно мені нивтя їх От чого чорто Як не видно От півдесят градусів сто Сто півдесят двести як не видно Я не бачу Як не бачиш Двести, дивись Як не бачиш от Не бачу, розливляєш як пленка перед глазами Давай тарілочку положу Ну ти дачишліпа Покажи, показывай, девочек. Вот эти капочки мне были и на цей, и на цей. Крапочки вот такие, полосочка была. А не бачу, что 50. Давай я тебе тарелочку. Все, я не буду. Давай. Нет. Ой, спасибо. Мне такой подарок прислал курьер. Цветы. Вот такие, ребятки, цветы принесли мужчина-курьер. И такую огромную сковородку. Я вышел в арку. Сфотографировал меня. Думал, может, записка есть нет. Ой, класс. Призолли. Это же не такая, что у меня вот эта. Это чугуна. Ой, класс. Это не такая, тяжелая. И тут ты можешь плов, наверное, делать. Молодая, ровная. Мне как раз вот такая штука нужна была. Я не знаю, как вы угадали. Боже, какая прелесть. Она, наверное, и на костре можно, и на... Да, везде можно. И в духовку, наверное, можно. Интересно, чего. Ну, конечно. А она еще и с крышкой. Не знаю, кто это прислал. Спасибо вам огромное. Прям угадали. Это с тиктока. У меня вот много, как сказать, поклонники или поклонницы. Я не знаю, с тиктока. Спасибо огромное. Это после спектакля. Завтра у меня тоже спектакль. Мистер Икс. Приходите. Спасибо вам большое. Я не знаю, что сказать. Спасибо. Может, завтра еще что-то слышим. Может, еще что-то не знаю. Спасибо огромное. Ой, супер ты такие обожаю. Не, слава. Что-то... У меня несколько вас есть. Еще я поставлю тебя кладу. Спасибо огромное. Ребятки, у нас такой был ураган. Сейчас чуть-чуть успокоилось. Не просто... Ой, был ужас. Вот эти подоконники у людей. Просто летали. Вот это все. Видите, вот оно сейчас шатается, да, немножко. Вот, но видно, да? Вот там трепается. А было просто оно... Ну, сейчас тоже есть. Видите, вот как бы это летело все. Летело все. Я там в тиктоке делал трансляцию. Ужасно. Я сегодня захожу в дом, вот с этой стороны, но с другой стороны. Подъезд, не с этой, это подъезд КТБ. Вот как маме идти, вон там мама живет. А это с той стороны, вот я захожу. И прям что-то видно, жесть какая-то летела. Прям бах-бах-бах. Мужик забежал за мной в подъезд. Ну, и что-то упала, какая-то жестянка. Я потом захожу сюда в лифт. А пара, муж с женой, молодая пара, вот напротив прям живут. И с ребенком выходили. Я говорю, садя, заходят в лифт. Я говорю, вы осторожно. Я говорю, выходите, потому что летят эти. А я сегодня, ребятки, все убрал в трансляции в тиктоке. Вымыл унитаз, шикарно. Вот, все вымыл полностью. Вымыл тут, вымыл вот здесь. Вымыл ванну до блеска. То есть, у меня все идеально. Поубирал. Потом вымыл вот здесь. Помыл кошачьи все эти принадлежности. Попад металл везде. Ночью, уборкой занимался. Делал трансляцию в тиктоке. Выбирал. Сейчас поеду, хочу на сыпной пирог приготовить. Немножко вот по новому рецепту сделал. Но я его делал давным-давно. Еще их в ютубе не было я делал. Потом у меня его передрало из ТБ. Видите, листья летают аж вот здесь высоко. Это 14 этаж. То есть, ветер хороший. Но был вообще ураганище. Прям жестко. Я вам говорю, деревья гнулись прямо аж до земли. Все так летело. Прям штормовое предупреждение у нас под Днепром. Поэтому аккуратно будьте на улице. У меня сегодня спектакль, мистер Ильдис. Приходите. Сегодня разгрузочный день. Я сегодня ничего не ем. Только пью водичку. Постараюсь даже кофе сегодня не пить. Вот не хочу я пить ни латы, ничего. Сегодня будет у меня разгрузочный день. Видите, у меня все равно вот эти кости уже появились. Вот эти вот. Кто-то пишет, ой, ты постарел, шея постарела. Ну, конечно, ребята, когда много сбрасываешь, ну, 13 килограмм. Что, шутки. Конечно, вот тут оно, видите, как-то делается такое. Мне тоже не нравится оно. Но мне кажется, что оно потом немножко усядется. Вот если ты в таком вот побудешь, можно какие-то массажи поделать. Может быть, какие-то крема, я не знаю. Ну, я не заморачиваюсь сильно, да. Ну, и, ребят, 42 года, что вы хотите. Мне еще, ну, оно, видите, да, вот тело, видите, как вот эта кожа лишняя. Ну, ничего, что сделать. По крайней мере, оно, ну, не висит само по себе. Вот так просто, ну, когда жирный, да, оно натягивается. Я думаю, что если сделать липосакцию, можно сделать подтяжку. Вообще будет идеально. А я не буду делать. Для 42-х лет, ребят, еще нормально. Че? Вообще, идеально. Нормально все. Нормально, было бы здоровье, то все, знаете, десятое делайте. Все складки, раскладки, закладки. У кого что. Было бы здоровье и настроение, и радость в жизни, понимаете. Не было бы войны. То все, мы переживем все эти складки на шее. То люди смотрят у меня, знаете, вроде все молодеют, один я старею. Знаете, господи, помилуй. Но старею, старею. Ну, что я могу сделать? Я не это самое. Не собираюсь в модельный бизнес. Мне просто на сцене легче скакать. Поэтому я вот хочу держать вес поменьше. Еще килограмм бы пять скинуть. Вообще идеально. Мне легче на сцене. Мне танцевать легко. У меня партии все такие. Я играю молодежные. Я не играю никакого старика нигде. Ну, гора играю. Ну, гора там непонятный возраст. То есть, у меня нет партии, которые я изображал каких-то там стариков. Я играю то в сказки, то детей, то еще чего-то. Ну, блин. И буду старый, толстый, жирный ребенок скакать. Карлик нос там, допустим, или принц, или, допустим, там, я не знаю, Кай на роликах. Буду шарик кататься. Тут тоже поменял постельку. Все сложил, да? С зайчиком. С зайчиком некрасивый, да? Да. Поймал свою жарптицу, да? Поймал свою жарптицу, шкрек. Шкрек без зубы. Поймал свою жарптицу, да? Поймал. Замыл. Поймал. Вот сейчас был ураган, ты здесь на улице прятался. Ай! Не надо, ну зачем так делаешь? Ну, для чего? Ну, совесть есть. Ну, за тобой ухаживаешь, тебе... Тебе вымываешь, вычухиваешь петля тебя, кормишь тебя. А ты вот это так и делаешь, а? Шкрек ты. Шкрек. 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 Крути. Крути, шкрек. Крути. Крути, шкрек. Ой, Боже, хоть на спину лих первый раз за всю жизнь. На поготове. Когти на поготове. Когти на поготове. У нас когти на поготове. Да? Когти на поготове, шкрека. Лежишь. Когти на поготове. Красивенький мой. Ходок, 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 красавчик. Ходок контролирует. Я все-все поубирал сегодня. Сегодня я тебе мясо принесу после спектакля. Если получится, может, сегодня трансляцию сделаю. Очень благодарила ребята девочка, которую мы вчера собирали. Она прислала вот такое видео. Там ссылочка есть под тем видео. Зайдите, поддержите. Или в Инстаграм у меня. Или в Телеграм я тоже выставил. Сейчас я покажу эту девочку, Любу, которую вчера собирали. Мы собирали сейчас. Доброго ранечка, Савелья. Это Люба, для которой вы ведете сбор. Это Юля, моя напарница. Доброго ранку. Доброго ранечка. Мы решили записать до вас видео-звернение, для того, чтобы вы видели, что мы не фейки. Вы собираете, ну, работаете допомогу дейсно девчаткам, кухарям. Мы, кухарям, другим нашим хлопчикам. Зараз мы находимся в зоне боевых дей. Говорите не можемо, где. Но хотели сказать самое главное. Вы действительно единственный, кто отгукнулся на мой запись. Я писала многим блогерам. Никто даже не отвечал. Мне один хлопчик подсказал вернуться к вас. Я вернулась к вам. Вы мне очень быстро ответили. Это было счастье для меня. Я вчерашний эфир вас ждала, писала. И у меня действительно были слезы на очах. Ну, что люди действительно помогают. Мы вам очень благодарны. Будем дальше проводить сбор. И просто желаем вам счастья. Желаем вам и вашей маме здоровья. У вас очень классная мама. Мы смотрели эфира. Ну, вы супер людина. Спасибо. Дуже-дуже спасибо. Мы вам спасибо. Всего доброго. И тихого неба вам. Спасибо. В общем, видите, очень благодарны. И они... Вчера я выставил тоже свой телеграм. Вот у меня в телеграме. Вот. Это у тебя вчера выставлял. Было 87 тысяч вечером. И я выставил. Но еще ссылочка там была в ютубе. Но сейчас проверим, сколько было. 90... 90... Уже 94, 0,80. Видите? Потихонечку собирают люди. И легче потом трансляции будет собирать. Я хочу все-таки довести, чтобы этот сбор закрыть. Чтобы помочь девчонкам. Так что еще мне написала Люба, что мы хотели бы потом встретиться. Может, где-то на такой территории, где они не сильно... Не там, где они, говорит, а поближе. Что-то в момент, когда они купят, чтобы поблагодарить. Я говорю, ну, я с удовольствием бы поехал куда-то. Я привез бы там еще продукты. А сегодня она на меня в тиктоке смотрела. И мне говорит, а продукты у нас есть? Я говорю, ну, сигарет пацанам там привезти. Там, я не знаю, может, теплые вещи какие-то. Смотрите, как все равно вот эти, видите, дергаются. Вот эти откосы или что, отливы вот эти. Вообще. Ой, штормовое предупреждение. Вот 14 этаж, смотрите, как херачит. Ветер вообще сильнейший. Деревья, все летит. И люди прутся на улице. Чего вы претесь? Ну, сидите, нельзя вот такие эти ходить. Ну, можно же, может же и дерево упасть, и провода пообриваться. Вообще боюсь вот эту стихию, не знаю. Вот ничего не сильней, да? Шторм, цунами, ураган. Что ты можешь сделать? Что может сделать человек? А смотрите, птица летит на месте, как чокнутая. Гляньте, она туда, ее ветер сдувает. Ой, полетела. Парализована, полетела. Знаете, листья аж тут летают. Просто. Птица даже лететь не может. Представляете, по такому ветру? Конечно. Смотрите, листья аж сюда поднялись. Ой, кошмар. Армагеддон! Откровение, Иоанна. Много слова. Так, все, буду я собираться. Это я все убирал сегодня. Буду я собираться. Зайду, наверное, до мамы. И поеду домой. Сделаю пирог и на спектакль.